Всем привет! Сегодня я расскажу о растении, которое называется девесил высокий. Существуют еще и другие названия этого растения, такие как оман, дикий подсолнечник, девятисил, девасил. Растет он в восточной и юго-восточной Европе, на Кавказе, в Турции, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Монголии и Китае. На территории России встречается в степной и лесостепной зонах Европейской части, на Алтае и в Западной Сибири. Растет в лиственных и сосновых лесах, кустарниковых зарослях, горных лесах, на лугах, на полянах, по берегам озер и рек, горных ручьев. Девесил высокий применяют в пищевой промышленности при изготовлении кондитерских изделий и напитков. Поджаренные корни могут служить суррогатом кофе. В ликероводочной промышленности корневища используют для ароматизации и подкраски вин. Девесил высокий относится к древним лекарственным растениям, которые применяли врачи эпохи Гиппократа. Препараты из свежих корней и корневищ используют гомеопатия. В отечественной и зарубежной народной медицине настойки и экстракты корневища употребляли внутрь при малярии, отеках, мочекаменной болезни, мигрении. Отвары использовали как отхаркивающие при коклюше, брахиальной астме, эпилепсии. Использовали также как кровоостанавливающие, мочегонные, противовоспалительные средства при кожных заболеваниях. Семена же использовали при некоторых женских заболеваниях. Настойку свежего корня на вине использовали при гастрите. В Казахской народной ветеринарии корневищем лечили сапу лошадей. В дерматологии препараты девесила используют наружно при экземе, язвах, зуде кожи, дерматите. Также корневища и корни этого растения являются компонентом биологически активной добавки черный чай с имбирем. А на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С уважением, Марина. Субтитры подогнал «Симон»!